я приветствую наших зрителей сегодня понедельник и в эфире не помню какую по посчету очередной 42 подсказывают коллеги выпуск программы доживем до понедельника григорий гельфер евгений гендин и елена кальянова мы приветствуем вас еще раз в студии здравствуйте коллеги можно руки на сорок второй раз можно положить руки после я не четко знает какой по счету выпуск я четко знаю что мы работаем в прямом эфире и четко знаю наш номер телефона 370 3101 он работает в течение нашей программы мы ждем от вас реакции на наши высказки но еще более четко я знаю что работает так же слаженно как мы работает социальная сеть фейсбук когда вы в прямом эфире можете писать пожелания задавать вопросы вот нам уже написал артур коря перед передачей добрый вечер добрый вечер как не прискорбно консультировать не приучастились автомобильные аварии с летальным исходом это мы знаем да первое к сожалению второе о позитивном преобразили парк горького а кстати где это я группу знаю парк горького преобразили парк горького спилили ветки облагородили деревья спасибо филатову с вопросительным знаком ну спасибо ну а где это吧 горькова может а в киргорького танки памятник то есть как умельцы которые пытаются совместить это. Вот недавно было у нас заседание Совета национальной безопасности и обороны, РНБО, и они на фоне вот этой блокады, которая происходит, приняли такое жесткое решение, что по сути дела эта блокада теперь узаконена, потому что передвижение товаров, грузов через границу с Ордло, за исключением гуманитарных грузов, блокируется, прекращается до тех пор, пока вот эти вот самые сепаратисты не отдадут все, что они отжали за вот эти короткие, значит, несколько дней. Там на 2 миллиарда они в общем-то там отжали, да, особенно у Рината Леонидовича, даже в его резиденцию уже въехал Захарченко, то есть ну, в общем-то, как-то там все по-взрослому и убытки терпят все. Ну, Ахметов за то, что правильно дружит с Порошенко и поддержал эту идею, что вот все будет хорошо. Может, он просто аренду с правом выкупа дал этим оркам свою собственность? На Садового есть за эту тему наезда, я имею в виду за блокады, там вроде уже головное дело. Ну, сегодня Порошенко обвинил, нам же теперь транш не дали, да, и пока отложили. Ну, не нам, а стране. Украине, конечно, я не веду нас. Убрались поездки дня рассмотрения вопроса. И вот сегодня президент, вот после такого очень странного решения с возглавлением блокады, такой вот, ну, у меня, например, такой вообще разрыв шаблонов, то есть это плохо, но мы ее возглавим, да, мы ее осуждаем, но мы ее возглавим. Вот, и сегодня президент обвинил в срыве транша МВФ уже, Садового, Поросюка и Тимошенко. Причем, вот, виной этому блокаду, он сказал, причем не та блокада, которую он сам же ввел своим решением, а та предыдущая, которую вот Поросюк и Семенченко и же с ними инициировали. Он сказал, что неожиданно сегодня вопрос по Украине исчез из повестки дня Совета директоров МВФ и уже грозится направить Садового и его коллег решать этот вопрос, поскольку саботажем он это считает. Вот так все сложно. Ну, там еще под раздачу попадают же и банки российские, там ВТБ, ИТД, там Сбербанк, то есть они уже идут на продажу, то есть, в принципе, готовишься. Ну, это еще вопрос, надо, чтобы покупатель был. На самом деле, я об этом хотел сказать. Если бы мне кто-то... То есть, у меня вообще сегодня там пара включений, я думаю, что мне ярлык такого, а я ноюх от чистого сердца, потому что меня это действительно очень задевает, дискредитация. Нет, ничего не боюсь, они будут носить такой антимайдановский характер, имею право. Это я имею в виду, люди же любят клише вешать. Взгей Евгений, да. Еще же у нас есть одна блокада, тоже опереточная, только в меньших масштабах, но тоже, и настолько же продуктивная, но пока не настолько же, но боюсь, что тоже может стать настолько же продуктивной, как вот эта блокада. Это блокада банков. Вот можно фотографию ПТУшников этих? Вот я хожу каждый день на тренировку, я все равно, невзирая на все времена, на блокаду и прочее. Ты тренируешься разблокировать банк? У меня пола ручка, ладно, она мне не нужна. Я хожу на тренировку, прохожу вот мимо этого, можно убрать это все, мы посмотрели граффити, мимо вот этого концерта, да, прогуливающие занятия, никто не хочет учиться, школьники, там в основном школота такая вот, ну, очень юные люди, которые не очень смогли мне объяснить, что там происходит, почему они это разрисовали, почему блокируют, потому что старших товарищей не было рядом. И главное, что это Украине так помогает. Вообще в цивилизованном мире нападение на банк это как бы уголовка, хулиганство, там ограничение передвижения граждан, все такое, вне зависимости от политических убеждений и так далее. Ну ладно, к сути, вот банки эти, вот очень хорошо, разные люди, которым я вполне доверяю, и в том числе вот Косюга, председатель областного союза банкиров, тоже разжевал, но не доходят же людей, вот это же клише вбивает в голову российские банки, банки, которые зарегистрированы в Украине, это украинские банки, он может называться там банк скрепа. Это российский госкапитал. Банк, но, но туда, но они же кредит, что они кредитуют и какие деньги туда вводят? Ну, я вот продолжу, он может называться банк скрепа, там банк имени Хлобыстина, как угодно. Вот российский, вопрос действительно, капитал, российский капитал довели, да, то есть он играет действительно, особенно в других отраслях, если в банковской сфере он где-то процентов 30, то, например, табачная промышленность 100%, сотовая связь, вот эти ребятки, которые блокируют Сбир, они по Водофону и по... Ну, дойдут до сотовой связи тоже уже на очереди. Ну, пока нет, что на очереди? На очереди вопросы к мобильным операторам. Но суть в том, я просто хочу, чтобы поняли вот граждане, то, что разъясняют, что банки это не банкоматы и не отделения, и от блокирования одного-двух отделений ничего не изменится. Банки 95% это... Ну, изменится же, Порошенко же, конечно. Как начинается треога вокруг банка? Ну, правильно, но граждане же начнут забирать депозиты, но получается, что есть же фонд гарантирования вкладов, условно говоря, который на себя государство берет. Только... Не, ну почему, даже Порошенко ввел сегодня санк... Ну, не сегодня, там, несколько дней назад санкции. Ну, понятно, но... И замглавы НБУ сказала о том, что все украинские банки с российским госкапиталом сегодня выставлены на продажу. На самом деле, это не самый плохой исход, вот, событий, вот, вариант для ухода с украинского... Просто это варварство визуальное. Варварство визуальное, да. Я считаю, что это плохой исход, это совершеннейший... Ну, инвестиции в эту страну очень вряд ли, как бы, пойдут, потому что это дурдом Махновщины, и кто у нас рулит? Грубо говоря, я скажу банальную фразу, мы за что выходили? За какие-то правовые дела, правильно? За какие-то европейские... Ну, не за то, чтобы, в всяком случае, капиталу... Потому что вот эта шкалота, она исчезнет, как и появилась. То есть, а отмывать, отмывать будут банки, отмывать вообще будут другие. То есть, ощущение расшат, манипуляции, вот, вот... Я не вижу, вы так говорите оптимистично о том, что... Меня больше всего удивляет действие президента. И очень плохо, что Порошенко и по блокаде, и по вот этому, он идет в фарватере за вот этими создающими хаосами. У него и работает жесткий инстинкт самосохранения. Это, как бы, для политика, в принципе, нормально. На пороть, а потом возглавят. Это все вот правда, это какой-то разрыв шаблонов непонятный. Я уже говорил об этом. Ну, по поводу банков, я хочу сказать, что есть более такие, наверное, правильные для кое-кого инвестиции. Например, вот люди вложили 100 миллионов гривен. А давайте сейчас мы послушаем звонок, завершим этот. Да, конечно. Остановимся на 100 миллионах гривен. Добрый вечер. Готовы вас послушать. Добрый вечер. Поскольку двое сидящих трое имеют непосредственное отношение к искусству, так сказать, обращусь к ним, как Белинский, по-моему, говорил, «Могучая кучка». Так вот, «Могучая кучка». Не надо так далеко брать. Там Киев, там Порошенко. Там своя есть «Могучая кучка». Давайте спустимся больше к городу. Ну, первый вопрос, я думаю, вы ответите за, «Легче вам будет». Что у нас будет, метро будет или не будет? Только так. Ну, как люди искусства, мы уверены, что метро будет. И второй вопрос. Не, понятно, в каком году только. Когда-нибудь будет. Может быть, я не доживу. И второй вопрос, он же, наверное, от вас уже мало зависит. Вы, по-моему, к болельщикам не относитесь, к футболу тоже, по-моему. Очень переживаем. Если вы действительно, так скажите, «Беня нам футбол оставит или нет?» Два вопроса. А «Беня» это Игорь Валерьевич Коломонович. Да, я думаю, вы это слово знаете не хуже меня. Я на канале Коломойского, хочу сказать, что на Коломойского надейся, а сам не плашай. Все больше не плашай, выходят на первый план. Я думаю, что я очень бы хотел, чтобы сохранился то, что происходит с футбольным клубом. Днепр, позор, и мы загнаны в эту вилку. Клуб же частный, как бы, формально. Правильно? Надо его акционировать. Как приватбанк надо его... А я хочу аэропорт. Я знаю, что у Филатова есть планы. Они, возможно, это сложный план, какое-то жесткое противодействие. Но футбольный клуб Днепр надо спасать. И поэтому, мне кажется, что надо полюбовно к взаимной выгоде города, прежде всего, и его владельца, пока еще нынешнего, надо что-то решать. А что там с коммунальным предприятием Днепропетровский аэропорт, ничего, депутаты не дошли, как работнику Пока будируется тема. А что касается, надо идти по формату Барселоны, выпускать акции, чтобы город был... Ну, это же тоже все не так легко. Но ситуация постаренная. Тем более, деньги у народа есть. Конечно. Вернемся к 100 миллионов. Да, вот у кое-какого народа есть. 100 миллионов гривен, значит, внесли на залог за Романа Насирова, значит, бывшего председателя Госфин... Пока отстраненного. Да, да, отстраненного, значит, и... Неизвестно, как дальше будет. То есть, причем говорят, что не все 100 миллионов жена внесла, а только 50 миллионов. Остальные 50 миллионов внес ее папа, ну, тесть Насирова, Роман Глимбовский. Не у каждого есть такая жена. Большой, как бы, крупный застройщик, имевший большие контракты. Вот, ну, короче говоря, все сложилось на данный момент, и это настолько пробило Насирова, что он уже вышел в Фейсбук со стихами Алины Костенко. Лине Васильев, ну, 87 лет исполнилось. Мы поздравляем, это великая поэтесса, это гордость Украины. Не Анасирова. И Анасирова тоже, как бы, за эти 100 миллионов. Вот есть же, если вкладывать деньги вот в поэзию, то, в общем-то, все нормально. На самом деле, я считаю, что, конечно, ну, эта сумма пока в голове не укладывается, но... Совершенно не укладывается. Ну, будем надеяться, что они как-то заработают эти деньги на Украину. Я думаю, что они, да. У нас есть звонок по теме, прежде чем мы перейдем к следующей. Добрый вечер, послушаем вас. Добрый вечер. По блокаде, возможно, возможно, блокада – это спектакль для народа, чтобы удобнее было поднять тарифы. По Анасирову, вот 100 миллионов отдали бы онкобольным детям. Дякую им. Да, спасибо вам. Абсолютно согласна с вами. Ну, ну... Вот это лучше бы... Ну, хорошо, ладно, я буду говорить, если мы успеем сегодня про лучше бы вместо этого, лучше бы то. Это самое... Как бы про банком я все-таки закончу. Вы своим оптимизмом, как бы, и поддержкой не дали мне мысль закончить банки эти. Вот эта иллюзия о том, что они выводят, они заводят эти капиталы, они кредитуют украинский бизнес, там держат наши граждане вклады, там пашут... У нас бизнес не кредитуют вообще, кактически. Ну, ну-ка, ну, 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 это штаб, но все равно же они выдают кредиты. Давайте в следующий раз пригласим эксперта по банкам. То есть юридических оснований для закрытия банков нет. То есть на каждое... Ладно, я продолжу. В общую копилку от хаоса того вот искусственного или естественного, на мой взгляд, это сочетание искусственного и естественного хаоса. Вот в случае, если бы мне кто-то сказал, что я субъективно буду на стороне судьи, его конфликты с активистами, я бы плюнул в анфас год назад, а я сейчас на стороне вот этой ситуации, известной, человека, даже о не суде, потому что активизм, слово болезненное, все мы через это прошли, уже оно закавычено, а все в кавычках мне очень это не нравится. Кратце напомню, что вот вечером 17-го числа, там в Дарвенском районе судья, председатель этого голова Высшего Совета Правосудия подъехал на машине к своему частному дому с женой, группа пареньков со скрытыми лицами, с фаерами, это сейчас называется, вот активисты. А чего сейчас закрывать лица, я не знаю, сейчас же Майдан победил. Вот, орали лозунги, писали на заборе, правильные очень антикоррупционные лозунги, обклеивать плакатами, начали блокировать автомобиль. Судья вызвал полицию, значит, отъехал, эти говорят, что он на них хотел наехать. Вернулся судья, начали с женой стирать надписи. Значит, перескакали эти так называемые активисты, конфликт, угрозы, в общем, блокировали автомобиль, угрожали, судья выстрелил в воздух. Вызвали полицию, это же правовое государство, должна разбираться полиция, полиция эти храбро сказали парни, что мы мирная акция, а кто разрисовал забор и плакаты, мы не знаем. Они назвались активистами молодежного движения «Традиции и порядок». Ну, я думаю, что нафиг такие традиции и такой порядок, тем более, что, в принципе, вот этот вот судья, сейчас даже безотносительно, так вот, какой он судья в этой ситуации, если бы там с женой, из зарегистрированного наградного оружия, если бы оно у меня было, я бы его не задумываясь бы тоже, пустил. Тем более, что очень четко торчат уши Бортнова. Просто не все знают, что этот же, например, судья Бенидисюк, хотя, вроде бы, отношения это не имеет. Он и майдановцев защищал, он подписал согласие на увольнение отраж судей знаменитой Печерского суда, которого вот Юлию еще когда судили, Татькова, судей, хозяев тех еще деятелей. И поэтому, ну, я закончу тем, что самое болезненное для меня в этом, вот это вот дискредитация, спекуляция и манипуляция. Спекуляция вот этой матрицей, плохие судьи, плохие чиновники, балаклавы и прочее. А какой выход? Не нужно спекулировать? Что? Какой выход, чтобы этого не было? Я знаешь, вот я в чем причину вижу, я сейчас тебя слышу. Мозгами думать. Мозгами думать. Было очень неплохое. Уже слово активист стыдно, скоро будет просто говорить. Да, согласна. Это потому что... Пользуются ими. Скоро выйдут те, кто срезают кабель, вот как янтарщики сейчас вышли. Те, кто срезают кабель. Самое противное, я закончу. Самое противное, вот эти ухмыляющиеся лица, которые говорят, ну чувак, это же ваш Майдан, вот это сделал. Ну то есть, тоже вот понимали, чувак, это же ваш Майдан, а до этого же все было спокойно. Вот знаешь, ответ был. У Наташи Влащенко интервью было на той неделе с Сыроед. И она ей задала в конце, задала вопрос, что вы выберете, закон или справедливость? Вот не ответила ничего Сыроед. И я, ты знаешь, я задумалась, что можно выбрать в Украине, закон или справедливость? Потому что это всегда спекуляция. Это спекуляционный вопрос. Нет, это не все. Тот, против кого закон, он за справедливость. К сожалению, в Украине сегодня очень большая разница. Это не только в Украине, это такая природа человеческая. Надо, чтобы закон был максимально справедливым. А справедливость максимально справедливая. Мы таким путем не придем, не придем совершенно. Мы не придем таким путем. Я согласна, но очень многое не работает. И последствия, вот это последствия того, что не работает. Традиции и порядок. Не закон, и люди ищут справедливость, и, к сожалению, она у каждого разная. Это совершенно верно. Как было противно тем, кто... Ладно. Очень обсуждаемая тема. Вторую неделю продолжается российской участнице Евровидения. Запретят ли въезд в Украину? Вот сегодня российская делегация якобы официальное подтверждение от организаторов конкурса получила, конкурса Евровидения, о том, что не запретят они, Юлия Самойлова, так зовут, участницу российскую. Они нет. Да, потому что организаторы конкурса не имеют права по закону запрещать или разрешать въезд кому-либо. Имеют право СБУ это делать, СБУ украинская пока еще не дает ответа. Якобы они, я не знаю, слушают весь мир на эту тему. Кто что скажет, кто что скажет Америка, что скажет Европа. У нас своего мнения пока на этот счет нет. Очень мне понравилось, я зачитаю, только не перебивайте, пожалуйста, Антон Мухарский, шоумен украинский. И вот мне понравилось это высказывание, он в своем фейсбуке написал там долго, что это провокация, что вот чего добивается Россия, о том, что это продуманная акция. Пустите, он говорит, пустите, но подготовьте встречи в аэропорту и с десятками, сотнями покалеченных российской армией украинских вояков на инвалидных войсках. Хай приедут без гучных заяв и шоуэфектов, створят мовчазный живый коридор для проезда. А перши ряды на Евробачене треба отдать героям посеченным, побитым, пошматованным російськими снарядами и мінами. Ихай дивится світ на наслідки російського великодержавного варварства. Я вот прочел там Елена Белозерская, тоже есть блогер, волонтер, значит, она написала, что, ну, тоже такой вот вариант достаточно интересный, что СБУ должно запретить, значит, въезд Самойловой в Украину, а президент Порошенко потом, ну, таким милостивым же, помиловать и разрешить. Ну, да, проекция Путина-Савченко, да. Вот, ну, еще она написала, что и тут есть тоже очень такая, ну, мысль здравая и тонкая о том, что нужно максимально, чтобы она выступила успешно на Евровидении, чтобы в глазах всего мира Россия ассоциировалась с инвалидом. То есть, и, в общем-то, в этом есть тоже... Ну, кажется, это очень глубоко, не поймут. Это глубоко, да. Ну, и не знаю, как у мира складывается обстоятельство. Можно тогда я добавлю по этому поводу? Мне не очень нравится эта идея, и это, и это есть, и, конечно, креатив, потому что, получается, мы жанглируем тоже со своей стороны. То есть, битва на инвалидах, битва на людьми с ограниченными, в силу ли войны, в силу ли мира. Понятно, это просто все равно такой вот спекулятивный тоже перформанс. Вот, и смотрите, у нас все очень просто. У нас есть постановление Кабмина, номер 367, 4 июня. Мы много говорим о равных правах и равных возможностях для всех. Прекрасный шанс у моей, там, у нашей с вами страны есть доказать вот эти на практике равные права и равные возможности. Вот эта Юлия Самойлова, она имеет такие же равные права и возможности, как какая-нибудь Наташа Королева, или не менее какой-нибудь Стас Садальский в соответствии с законами Украины равный. Не быть, зачем ломать, не быть впущенной, как бы, в нашу страну. То есть, и вот это, равные права и равные возможности, безбарьерная среда, цивилизованный барьер, ничего личного. На всякий перформанс найдется перформанс с резьбой. Я тоже буду за то, чтобы, потому что нет самостоятельности. Ну, вы сказали, это идеологическая, как бы, битва. Посмотрим, кто здесь окажется более успешным. Ну, и, Фоль, уж мы тут там российские. А, ну, если заговорили о культуре. А я вспомню уже в продолжении сюда, да, о том, что на этой неделе три года аннексии Крыма. Такая, я не знаю, у каждого своя. В котором пела Юлия Самойлова. Да, в котором пела Юлия Самойлова, поэтому я в продолжении. Ну, очень, я отмечу, такой неплохой цикл сюжетов сделали СТБшники, журналисты СТБ. Там несколько материалов, они поехали в Крым с официальными разрешениями, что они журналисты. Печально все. Я вам скажу, у меня сложилось впечатление, да, смелый такой материал. И следили там за ними, хвосты были и постоянно проверяли. А вот кажется, что завладели за эти три года россияне не только уже территорией Крыма, но и вот у мамы уже где-то, проживающих там людей. И складывается такое впечатление, что не скоро вернется Крым обратно в Украину. Я думаю, что это очень важная тема, потому что, ну, вообще, как бы, завоевывание душ, там, сердец, умов, оно во многом зависит от того, какое внимание уделяется культуре, да? Да, конечно. Мы уже несколько раз поднимали эту тему о том, что страдают областные театры, филармония, что недофинансирование. Значит, я просто недавно прочитал, что был здесь министр культуры Евгений Нищук. Он встречался с главой нашей, главой областного совета Глебом Пригуновым. Значит, и они обсуждали вот вопросы, значит, как решить проблему недофинансирования, значит, учреждений, областных учреждений культуры. И там, в общем, ну, такое очень глубокое понимание вопроса продемонстрировали собеседники. Значит, ну, по крайней мере, прозвучало... Ну, чтобы поменяться, Нищук на место Прогунова облсовета, а Прогунова министром культуры пользу приносить. Значит, вот было озвучено, что областной совет, значит, он предлагает, значит, для того, чтобы снизить финансовую нагрузку на учреждения культуры областные, значит, создать единое какое-то техническое предприятие, там, значит, в котором бы были... Я выяснил, сколько там сантехников, например, в оперном театре, говорят, ну, вроде бы один. А в оперном так все, наверное? Я не знаю, сколько сантехников или уборщиц в областном симфоническом оркестре, который... Вот Наталья Пономарчук говорит о том, что в Запорожье, то есть не где-то там в Венеции, а в Запорожье платят в два раза больше. Поэтому я, честно говоря, не знаю, насколько это эффективный способ. Хотя, с другой стороны, ведь есть же, например, баритоны или кларнетисты, тоже в разных театрах они разные. А почему не сделать какое-то единое предприятие, которое бы обслуживало... Есть драматические актеры, которые неплохо поют. Да, то есть это можно снизить, снизить финансовую нагрузку очень серьезно. Пообещал же помощь Нищук только национальным театрам, тем театрам, которые будут иметь статус национального, это будет один театр Шевченко. С Шевченко вроде, да. То есть они неплохо поговорили про Гунов с Нищуком, но культурный ввоз в области так и не сдвинулся. Хотя стрелы, по незнанию людей, летят в нас, как летят в Филатово, хотя у городских получше. Не все так радужно. В вас или в Филатово? Нет, летят в меня, как внештатного советника культуры, депутат Филатова, что люди же не знают, что оперный или Шевченко, или симфонический оркестр, это в областном подчинении. Взирая на то, что мы своим коллегам из области помогаем, Гельфер инициировал ролики в их поддержку, я помогал их петициям, мы разговаривали в обл. администрации. ВОЗ пока этот не двигается. Но просто люди не очень понимают, в чьем подчинение. Михаил Бабенко написал про Валентину Матвиенко, которую не пустили в свое время в Нью-Йорк под санкциями. Она по маршруту аэропорт, ООН аэропорт. И точно так же говорит, не надо изобретать велики, Михаил Бабенко, транзитная зона, концертный зал, транзитная зона. Использует опыт мирового сообщества. Я продолжу тему культуры и тему, опять-таки, дискредитации. Это дискредитация культуры и искусство. Искусство за головком. Это вот с нами просто произошло и буквально вчера произошло. Ты возмущен. В рамках программы, да. Нет, на самом деле это веселое возмущение. Народная филармония, вот коротко мы рассказывали, да, это на окраинах города во всех ДК выступает. Театр КВНДГУ, оперники, Шевченко, там Танц Славутич, филармония. Я уже говорила вам, что это замечательная идея. И так далее. Офигенная совершенно идея. Я ее опасался, этой идеей. Опасался реакции людей. Настолько здорово принимают. Это очень все здорово. И вот мы выступали в Приднепровске, театр КВНДГУ. Можно показать вот фотки Приднепровске и в Чаплях. Программа «Кабаре. Веселый песец». Ну, кабаре предполагает. Ну, знают все, конечно. Да, балет. Можно пролистать, да, фотографии. Было много людей, вот. Много людей в возрасте, хотя не только пожилые люди, вот были. Вот, Филатов тоже ему это очень... Он написал в Фейсбуке, ну, правда, простодушно он написал слово «старики», которое не политкорректно. И тут бац, значит, дальше уже... То есть он назвал зрителей стариками, да? Да, журналистская такая бессовестность и погоня за сенсацией. Мне присылают на сайт-обозреватель, пишет. Борис Филатов под Днепром устроил для стариков шоу с элементами эротики. А дальше пошла война. Филатов устроил... Война уже перехватили, перепечатают. Филатов устроил в Днепре эротическое шоу для стариков. В общем, я уже ожидал, что... Воездной бордель. Воездной бордель. То есть... Филатов танцевал топ. Ну, тут, да. Я испытываю два чувства. Чувство благодарности и презрения. За рекламу ты будешь... Да, благодарность за рекламу и презрение к этим, так называемым... И это серьезная проблема. Но помимо бессоветности, манипулятивности, как бы, журналистов, многих, с моей точки зрения, скажу, это я так думаю, большинства изданий в нашей стране, вот есть еще такая вещь, она позже тоже звучит безжалостно, тупоголовость большого количества наших граждан, потребителей информации. Сразу же посыпались комменты. Шок! Знаете, сразу три восклицовета. Шок! А что, нельзя было репертуар поприличнее для стариков подбрать? Я спрашиваю, а какой репертуар? Назовите, что там было? Там, на самом деле, были социальные номера, политические, самые разные номера. Дальше коменты. Старики должны сейчас посидеть дома и читать покаянные каноны. Вообще-то, ну, это правда ужасно, это пошло и несправедливо. И вот та ситуация, уважаемые граждане, значит, не верьте большей части прессе, верьте 9 каналу, верьте программе 9 каналу. То, чего вы не видели своими глазами, потому что пресса в своей большой массе... Да, вот мы в прямом эфире, мы вот говорим, как здесь. Да, лжет и манипулирует. А курятник, вот Facebook тот же, он стал, курятник, бросили камень и абсолютно все, побежали, побежали, затем завтра будет новая информация, не разобравшись, что там было на самом деле. И особенно, последнее, скажу, есть такой маркер, я его, когда вижу, он сейчас самый популярный, фраза маркера для меня. Лучше бы вместо этого, когда я читаю, лучше бы вместо этого, я вместо этого уже перехожу на другие комиксы. Да, ребята, у нас две минуты остаются. Очень душевно, очень хорошо, спасибо Приднепровску, спасибо Чаплям, программа «Народная филармония» продолжается, эротическое шоу идет по планетам. С Борисом Филармом. Да, да. Сегодня, дорогие мои, Всемирный День Счастья, вы знаете об этом, Всемирный, он учрежден был в 2012 году, то есть в 2012 году люди уже задумывались о том, как в мире отметить День Счастья. Мы песню о счастье писали в свое время. Цель этой даты поддержать и подчеркнуть тот момент, что все в нашем, в этом мире имеют неотъемлемое желание и имеют право быть счастливыми. Дата торжества выбрана не случайно, поскольку сегодня День Равноденствия Весеннего, и это символизирует одинаковое право всех людей на счастье. Начали праздновать, хотелось сказать, в королевстве Бутан, такая совсем неизвестная страна. Ну там министерство счастья даже есть. Да, у нас есть такой Всемирный рейтинг счастья, оказывается. Так вот, Украина пока еще на 132 месте в этом рейтинге, рядом с Ганной и Угандой. Ну вот далеко очень от Норвегии, Исландии, Дании, которые в первой пятерке. Ганна, Угандонская наше счастье. Да, мы пока на 132, но я думаю, что счастье же все-таки у нас есть в нашей жизни. Да, здесь, потому что есть замечательные люди, они вокруг нас. Я просто хочу сказать, что сегодня вот, сегодняшний день делают операцию нашему большому другу Саше Кучме. Это человек, ну это директор студии Веснянка, замечательный педагог, очень светлый человек. И вот я скажу, что за несколько дней, да, уже, да, 265 тысяч гривен собрали благодаря интернету, благодаря друзьям. Значит, все-таки у нас есть люди, заслуживающие того, чтобы жить в счастливой семье. Спасибо большое. Чтобы операцию сделали, показатели нормальные, тьфу-тьфу-тьфу. Здоровье, Сашенька, да. Ну, пусть так будет всегда, чтобы вот и счастье у нас было, и помощь приходила своевременная, люди были отзывчивыми. И переведите часы воскресенье. Да, оставайтесь на 9-м канале. А мы на концерт Логина. Всего доброго. До свидания. Всего доброго. Живем до понедельника. Весна. Инсайдерская информация говорит о том, что эти руки ничего не крали. И собеседника не было, если это... Если там есть ментин, то другой собеседник мне гораздо более симпатичный.